В чем гуманизм противоречит христианству? И правда ли, что большая часть человечества сейчас провозгласила его как основную социальную докторину? Вы знаете, я бы сказал, что основная часть человечества, как раз гуманизм не провозгласила как основную социальную докторину, потому что основная часть человечества живет традиционными ценностями. Индусы с их индуизмом и буддизмом, африканцы с своими культами, христиане тоже достаточно много есть, латинская Америка с католицизмом, как правило, и так далее. Это в основном, разгласирую, это западная часть человечества, Запад так называемый, Западная Европа и Америка, Соединенные Штаты, и то отнюдь не всё население, 100%, а только какая-то значительная часть. Почему гуманизм противоречит христианству? Да потому что гуманизм ставит человека превыше всего. Мирил всего – это человек. Какой у нас человек? Человек у нас грешный. Поэтому мирилом всего становится в том числе и грех. Раз в человеке это есть, значит это нормально. Это чайческая жизнь, это нормально, потому что человек – мера всех вещей. А на самом деле это то же самое, что есть же такая болезнь, страшная, как онкология. И какое-то процент населения, достаточно большой, ей болеет. То есть не 2-3 человека на земном шаре, когда как, к сожалению, больше. Мы же не скажем, что онкология – это норма чайской жизни. Даже любой человек скажет, нет, нет, спасибо, избавь меня от этой нормы. А вот когда касается понятия греха, когда касается понятия греха, тут почему-то это вот работает. То есть грех, то зло, который сам человек уничтожает, является грехом. То есть в гуманизме нет понятия греха. Более того, гуманизм, это видно, если посмотреть историческую эрисопрестиву, он деградирует. Гуманизм конца 18 века, гуманизм начала 21 века – это немножко разные гуманизмы. Пример самый простой. До Великой Отечественной войны, ну, Второй мировой войны, точнее сказать, во многих современных странах Запада однополые, так сказать, контакты были уголовно наказуемым, так сказать, деянием. Это была статья уголовного кодекса. Сейчас это пропагандируется в детских садах, яслих, там, школах. Так сказать, и дальше уже пошли дальше, они просто, такие контакты, но уже трансгендеры, уже педофилию хотят объявить нормой жизни, это выступают официальные лица, там, министры всякие и так далее. Вот это, конечно, если взять, дать такие идеи гуманистам 19 века, они пришли в ужас. Но когда человека объявили меру всех вещей, мы оторвались тем самым от источника истины, от истинного фундамента, платформы, от мерила, где есть добро и где есть зло. А это только Бог, Его благодать. А здесь, а где добро, где зло? А почему думать, что это, вот нам же говорят, вот эти трансгендерности, мне кажется, ЛГБТ, культура, а почему думать, что это зло? А с чего вы решили? Это же всегда существовало в этом мире, да? Ну, и людоедство тоже существовало в этом мире, до сих пор существует. И что, нам тоже это объявлять нормой вещей? Поэтому как только мы ставим человека наравне или выше Бога, а точнее обычный гуманизм, Бог, он просто убирается, как что-то несущественное, несуществующее, так сразу мы отрываемся от платформы, где это источника истины, источника понятия добра и зла, и приходим на такую очень зыбкую платформу, которая под нами колеблется и всё время куда-то нас, так сказать, сдвигает в образ зла всё больше и больше. Потому что если человек не борется с грехом, то грех борет человека. И сейчас мы это наблюдаем на примере целого большого социума, который называется западной цивилизацией. Как грех всё больше и больше борет человек. Уже наркотики разрешают. Сейчас лёгкие, в некоторых странах уже тяжёлые разрешают наркотики. Как эксперимент, конечно, но всё равно эксперимент. Ну и так далее. Все грехи, которые раньше, даже во время моей юности, было очевидно, что наркотики – это зло. Нет. С чего вы взяли? Почему вы так думаете? Ну и так далее. Вот чем страшен гуманизм. То, что через него теряется понятие добра и зла. Хотя, по идее, наоборот, добро, добро, добро. Всё для человека. Всё ради человека. А в результате всё против человека становится. Всё больше и больше. И мы видим, как люди, которые идут по этому пути, идут по пути расчеловечивания человека. И сейчас уже дошли до их кротеских форм. Как недавно я пару месяцев назад прочитал сообщение, что на Берлинском вокзале люди-собаки устроили коллективный вой. То есть, люди, которые считаются собаками, которые упрямо ходят к ветеринарам, чтобы их лечили ветеринары, устроили коллективный вой. И это никто никак не осуждает и не считает, что это что-то такое, знаете, какие-то психологические психопатии, психологические отклонения. Нет. Всё замечательно. А люди уже даже, люди миссиво не считают. Они считают себя собаками, животными. Вот это такой явный пример, просто вот такой явный пример расчеловечивания человека. Когда человек хочет уже воплотиться в зверя. Обычно в зверя. Вот чем страшен гуманизм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...